Ранее вопросы рассмотрения судами дел, касающихся пребывания несовершеннолетних в специально учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и в центрах временного содержания регулировались федеральным законом и положением Уголовно-процессуального кодекса РФ. 2 декабря 2022 года вступили в силу изменения, внесенные в кодекс процессуального судопроизводства. Предусмотрено право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании, на участие в деле адвоката по назначению суда и законных представителей с полным объемом процессуальных полномочий, а также право на апелляционное и касационное обжалование. Также предусмотрена возможность утверждения судом соглашения о примирении по делам, связанным с пребыванием совершеннолетнего в учебном учреждении закрытого типа. В рамках соглашения могут также быть урегулированы вопросы о порядке, сроках и месте проведения медицинского освидетельствования, необходимого для определения возможности помещения совершеннолетнего в такое учреждение. Продолжение следует...